Эти наши сотрудники не работают и, как всегда, нас обманули. Еще в начале года президент мне обещал, что он поддержит этот проект. Даже как он в начале года, когда назначали июлю. В апреле он повторил торжественные эти обещания. Я хочу, и он пальцем не шевельнул, чтобы этот проект вступил в силу. Я хочу просто задать вопрос, сколько можно врать и обманывать. Несколько дней тому назад закрылся Центр обслуживания граждан, который Порошенко торжественно открывал перед местными выборами. И он тогда сказал, что реформы необратимы. Мы набрали туда молодых людей. Потом с подачи членов его же фракции были приняты новые нормы, которые не позволят этому Центру работать. Я обратился к президенту с призывом не подписывать этот закон. После моего призыва он его подписал, и Центр закрылся. И те люди, которые в Одесситах остались опять в пристарном центре Труханова, где нужно ждать два месяца или платить взятки. Мне это реально надоело. Я реально от этого устал. От еще одного невыполненного обещания. Мы видим, что силы регресса атакуют все прогрессивное. Мы видим, что все новые начинания убиваются на коню. И все это происходит на глазах всей Украины. Мне приходилось... Что это за работа, я хочу сказать? Когда мне приходится какому-то монгольскому хану ставить палатки на смех всему миру, на дорогах, переходить, работать палатки и убивать жалкие гроши на эти дороги, которые не ремонтировались только десятилетиями, тогда как они публикуют декларации, где больше денег, чем понадобилось бы. Только наличности. Больше денег, чтобы понадобилось подчинить все дороги и сделать все европейские дороги по этой и еще нескольким другим областям. Это не работа. И мне это очень надоело, и я от нее очень устал. Я хочу сказать, что уже 4 месяца, уже 6 месяцев не назначают трех из моих четырех заместителей. А сейчас они взялись на старые. Опять стали продавать места главы районных администраций. Администрация президента через фальшивый конкурс, вместо тех людей, которых мы провели по прозрачным конкурсам, молодых, перспективных, идеалистичных, опять привела старых коррупционеров. И это не работа. Я хочу всем сказать, мне надоело. И какая разница украинцам, кто будет к ним наплевательски относиться? Порошенко или Янукович? Какая разница для украинцев, кто их будет грабить? Инакевский или Каноненко? Какая разница для украинцев, кто будет все себе присваивать? Какой-то Ковальчук или Клюев? Какая разница для украинцев, а так или для эдеситов? Когда, как и были тут, как и были, Кончаренко, Пресман, Кивалов, как грабили, так и грабят. Уже под новой администрацией. Так что поменялось для людей? Когда мы говорили, что мы будем все менять, президент Порошенко мне говорил, что ему мешал Янукович, Яценюк. Мы создали РУК за очищение, и мы помогли ему избавиться от Яценюка. И чем это закончилось? Состав Яценюка чуть-чуть был подвинут составом президента в этих же схемах. Как грабили, так и грабят. Более того, Аваков и Насиров с толпой коррупции так и остались сидеть на своих местах. Я не собираюсь это терпеть. Мне это надоело, я от этого устал. И я хочу сказать, меня так много еще никто в жизни не обманывал. И так цинично. Поэтому я хочу сказать следующее. В этих условиях, если честно, для меня последней каплей стали эти электронные декларации. Когда я вижу эти обнаглевшие рожи, нет большего слова, которые и здесь, и по всей Украине заявляют нагло, что у них есть миллиарды только в наличностях. И еще получают социальную помощь от государства, от тех пенсионеров, которые просто дрожащими руками последние копейки собирают, чтобы не погибнуть с голодом. И в это время единственное, что я вижу, что ни один порядочный чиновник, который начал по-новому действительно работать, не получает не только защиты, они абсолютно беззащитны, потому что верховная власть Киева прямо напускает на них всяких там прессманов, гончаренко, всяких там псовых них. И когда в той ситуации, когда реально в Одесской области президент лично поддерживает два клана. Это клан бандитский, криминальный клан из убийц 90-х Труханова и это измаильский коррупционный клан Урбанского и реально всю власть в области отдали этим дум и еще их союзникам сепаратистов и нашего края из Антона Кисер. И это происходит абсолютно открыто и Одесская область дают не только коррупционерам, дают врагам Украины. Я не намерен на это молчать и я мне это все действительно надоело. Поэтому я хочу сказать Одесситам. Я очень влюблен в эту область. Мы многие вещи с вами начали. Меня до сих пор поддерживала мысль о том, что сколько бы я не ездил, я встречал очень много простых людей на улицах, в селах, на полях, которые ко мне подходили и говорили. только не оставляйте нас, только не уходите, не оставляйте нас на сиденье вот этих всех, этого всего стеревятника. Я действительно не хочу оставлять одесситам на произвол судьбы. Но я им хочу сказать, мы обязательно поднимем и Одессу. Я когда приехал сюда, я хотел, чтобы тут были такие же темпы развития, как и Батуми. но я хорошо помню, что в Батуми мы стали развивать пост только после того, как освободили тмилиции от коррупционеров. И Одесса развивется только после того, как Киев будет освобожден от коррупционеров, которые прямо покровительствуют бандитизм и беспредел, в том числе и Одесской области. поэтому в этой ситуации я решил подать в отсталку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, я не устану. Пусть они не надеются и пусть они только не насчитывают избавиться от меня. Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько, сколько надо. Сколько надо для полной победы и для того, чтобы избавить Украину от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции и у которых единственная мотивация своего существования это набивать себе карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину за нитки. Не дождетесь. Я уверен, что в Украине больше, чем достаточно новых, энергичных, молодых, незапятнанных сил, новых людей, которые никак не связаны с этой швалью, которая вот так все тормозит, так же все заторможено. Мы обязательно объединимся и мы обязательно закончим эту борьбу, эту борьбу победой Украины ради одесситов, ради всех остальных жителей Украины. Борьба продолжается и мы в этой борьбе обязательно победим. Спасибо большое, что собрались и до новых встреч. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.